Всем привет и добро пожаловать на мастер-класс по вязанию вот таких вот весенних пинеточек для девочки от магазина клубки в корзинке. Для вязания наших пинеточек нам понадобится один моточек пряжи, турецкая пряжа это Alize Cotton Gold. И будем вязать пинетки цветом номер 38. В состав этой пряжи входит 55% хлопка и 45% акрила. Эта пряжа очень хорошо подходит для любых детских изделий. В 100 граммах ниточки имеется 330 метров и производитель рекомендует вязать крючком от 2 до 4. Размер ваших пинеток зависит от того какой размер крючка вы возьмете. Чем больше размер крючка, тем конечно же больше будет размер пинеток. Для вязания пинеток нам понадобится всего лишь один моточек этой пряжи. Я буду вязать крючком номер 2,5. И если вы только учитесь вязать, то перейдите пожалуйста в плейлист для начинающих на нашем канале. И посмотрите как вязать воздушные петли, столбики с накидом, столбики без накида, полустолбики. Так я делаю первую воздушную петлю и набираю 12 воздушных петель. Мы связали цепочку из 12 воздушных петель и мы начинаем вязать подошву нашей первой пинеточки. Будем вязать вот так вот постоянно по кругу, обвязывая вот эту цепочку. Начинаем вязать первый ряд. Три воздушные петли провязали. Дальше делаем накид. Вот эти три воздушные петли, они заменяют нам один столбик с накидом. Мы вводим крючок в четвертую. Видите, раз, два, три, четвертое вот это, четвертое звено. Вот сюда ввели крючок и провязываем один столбик с накидом. Дальше снова делаем накид и в это же четвертое звено нашей цепочки снова провязываем еще один столбик с накидом. Снова накид и еще один провязали. Дальше мы в каждое звено нашей цепочки провязываем по одному столбику с накидом. делаем накид вводим просто крючок в центр этого звена и вот таким образом провязываем столбики старайтесь не пропустить ни одно звено потому что будет дырочка на подошве вот провязала 12 столбиков дальше нам нужно сделать поворот чтобы вязать вот на этой стороне для этого нашего поворота нужно в это звено самое последнее провязать 5 столбиков с накидом один столбик так пятый столбик провязала вот так вот разравниваем немножко наши столбики видите мы как бы повернулись и сейчас будем вязать вот по этой стороне также нам нужно провязать 12 столбиков с накидом и первый столбик мы провязываем в это же звено это у нас 12 звено дальше снова делаем накид вот эту ниточку можно вот так вот проложить и видите она вот так вот у нас я на пальчики лежит вводим когда крючок в петельку то эта ниточка как бы ввязывается в полотно вяжем за одну дужку из нашей цепочки а эту ниточку мы потом просто обрежем мы добрались до начала нашего ряда мы помните здесь провязали 3 воздушные петли которые заменяют нам один столбик и потом рядом два столбика с накидом это как бы наш поворот у нас тут три только столбика поэтому нужно еще в это звено провязать еще два столбика с накидом и вместе их будет 5 такое же количество как и в этом месте дальше мы вводим просто крючок в самую первую воздушную петлю вот так вот и присоединяемся поднимаемся на следующий ряд провязывает две воздушные петли и теперь мы будем провязывать полустолбики делаем накид вводим крючок в это же звено и провязываем полустолбик дальше делаем накид и вершину вот этого соседнего нашего столбика мы провязываем 2 полустолбика то есть 1 снова накид и 2 вершину следующего столбика вот за две дужки провязываем еще два полустолбика 1 и 2 дальше нам нужно провязать 5 полустолбиков то есть каждую вершинку по одному полустолбику 1 2 3 4 и 5 дальше вяжем столбики уже с накидом провязываем их 7 штук в каждую вершинку нижнего ряда провязываем по одному столбику с накидом теперь мы добрались вот сюда вот в это место где у нас как бы поворот и здесь у нас 5 столбиков с накидом в каждый этот столбик в каждую вершинку нужно провязать по два столбика сейчас 1 2 в первую нижнюю вершинку 1 столбик дальше 2 во вторую вершинку и и в третью вершинку мы провязываем 3 столбика с накидом это центральный наш столбик нижний поэтому мы провязываем 3 столбика с накидом дальше снова 2 столбика в эту же вершинку соседнюю и еще раз два столбика в следующую вершинку мы сделали поворот дальше нужно провязать так же как и здесь сначала 7 столбиков просто с накидом в каждую вершинку провязываем их 1 2 и дальше так же как и на этой стороне нам нужно провязать 5 полустолбиков то есть каждую вершинку по одному полустолбику снова мы приближаемся к центру к нашему повороту и так же как и на этой стороне начинаем провязывать полустолбики в одну вершинку 2 полустолбика провязываем дальше в следующую вершинку снова 2 полустолбика провязываем и вы помните что вначале мы набирали две воздушные петли и провязали полустолбик в эту же вершинку так вот в эту же самую первую вершинку нижнюю мы провязываем снова полустолбик чтобы у нас здесь по центру получилось также 3 полустолбика на повороте и соединяемся соединительной петлей вот так вот провязываем следующий последний ряд подошвы 2 воздушные петли для подъема на следующий ряд накид и в эту же вершинку провязываем полустолбик дальше в следующую соседнюю вершину провязываем один полустолбик потом следующий провязываем 2 полустолбика 1 и 2 потом еще раз 1 полустолбик и и еще раз два полустолбика в одну вершину и дальше вяжем в каждую вершинку по одному полустолбику всего их должно быть 8 и снова провязываем 2 столбика в одну вершинку дальше по прямой в каждую нижнюю вершинку провязываем по одному столбику с накидом их должно получиться 6 штук снова начинаем вязать полустолбики также как на этой стороне провязываем 8 полустолбиков то есть каждую вершинку по одному полустолбику навязали до пяточки начинаем вязать Два полустолбика в одну нижнюю вершинку. Провязали. Дальше провязываем один полустолбик в нижнюю вершинку. И снова два в следующую вершинку. Один и второй. Потом еще один полустолбик в следующую вершинку провязываем. И последний полустолбик мы провязываем в эту самую первую вершинку нижнюю, из которой мы вывязывали два полустолбика вначале. Вот сюда вот. Вот так вот. И соединяемся соединительной петлей. Вводим крючок просто вот сюда в вершину полустолбика. Захватываем нить и протягиваем через две петли. Все, наша подошва готова. Дальше мы начинаем вязать вверх нашей пинеточки. Давайте вот сюда, вот в центральный столбик, видите, вот где у нас троечка. Вот в центральный повесим маркер просто, чтобы мы ориентировались. И отсчитаем от этого маркера в правую сторону, в эту вот, вот таких вот 28 вершин. Вот одна косичка, дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Смотрите, вот эта ниточка наша ввязанная уже. Ее, кстати, можно обрезать под корень. И начинаем мы вязать вверх нашей пинетки с этого же места, где мы закончили. То есть ниточку мы не обрезаем. Мы набираем 3 воздушные петли. И будем вязать столбиками с накидом. Дальше в эту же вершинку провязываем столбик с накидом. Итак, мы здесь отсчитали 28 косичек. И смотрите, в каждую косичку нужно провязать по одному столбику с накидом. Только нужно провязывать не под две дужки, как мы раньше провязывали, а под одну, вот таким образом. Видите, вот верхняя дужка косички. Вот в нее постоянно вводите крючок и провязывайте столбики с накидом. Здесь все просто. Просто вяжем вот так вот за переднюю дужку. Столбики с накидом провязываем полностью по кругу в каждую вершинку один столбик. У вас всего должно получиться 58 столбиков с накидом. Когда довяжете до конца последний столбик с накидом, пересчитайте, чтобы у вас обязательно было именно 58 столбиков. И уже когда вы убедились, что у вас нужное количество, то присоединяемся вот к этому столбику вот таким образом. Вот что у вас должно получиться. Видите, уже наша пинеточка заворачивается сюда наверх. Продолжаем вязание. Провязываем 3 воздушные петли. Давайте развернем нашу пинеточку. Сделаем накид и будем вязать в каждую вершинку нижнего столбика по одному столбику с накидом. То есть провязываем снова вот так вот в каждую вершинку по одному столбику и довязываем до конца. А разворачиваем мы пинеточку для того, чтобы вот эти петли подъема у нас не были под наклоном, то есть не косили в правую сторону, а шли просто вот так вот по прямой. Был красивый ровный шовчик сзади. Так, вот смотрите, мы довязали этот рядочек. Опять же присоединяемся. Снова делаем 3 воздушные петли для подъема. Поворачиваем вот так вот на лицевой стороне мы уже. И будем вязать теперь в эту сторону. Смотрите, вот наша центральная петелечка. Здесь у нас висел маркер. Давайте перевесим его вот сюда повыше. Вот это будет наш центральный столбик с накидом. Так, сейчас мы вяжем в этом рядочке в каждую вершинку по одному столбику с накидом. И не довязываем до наших пальчиков 8 вершинок. То есть оставляем вместе с этой центральной вершинкой. Сюда еще 7, получается 8. Не довязывайте до пальчиков. Вот что у вас должно получиться. И сейчас мы провязываем 2 столбика с общей вершиной. Делаем накид, вводим крючок, как обычно. И не довязываем 1 столбик. Видите, 2 петельки остаются на крючке. Снова делаем накид, в следующую вершинку снова провязываем 1. И получается 3 петли. И вот эти 3 петли провязываем вместе. Получилось 2 столбика с общей вершинкой. Дальше 1 столбик в следующую вершинку. Провязали. Дальше снова провязываем 2 столбика с общей вершинкой. 1, не довязали. 2, не довязали. И 3 петельки вместе. Дальше накид. В следующую вершинку провязываем просто столбик с накидом. Дальше смотрите, перед нами следующие 3 вершинки. Нужно провязать 3 столбика с общей вершинкой. То есть в этот вводим крючок. Вот так вот не довязали. Дальше в центральную вершинку не довязали. Следующую не довязали столбик. И вот эти 4 петли вот так вот все соединяем вместе. Дальше делаем накид. В следующую вершину провязываем 1 столбик с накидом. Дальше в следующие 2 вершинки провязываем 2 столбика с общей вершиной. Как мы уже делали. Вот так вот. Дальше снова накид. 1 столбик в эту вершинку. И еще раз провязываем 2 столбика с накидом с общей вершинкой. Вот так вот. Дальше продолжаем вязать просто в каждую вершинку по 1 столбику с накидом. В конце, как обычно, присоединяюсь вот таким образом к соединительной петлею. Вот такой вид пока что имеет наша пинеточка. Дальше следующие 2 рядочка мы будем продолжать вязать только по часовой стрелке. То есть 1 ряд и 2 рядочек. Делаем 3 воздушные петли для подъема. Дальше в каждую вершинку вводим крючок и провязываем столбики с накидом, как обычно. И в этот раз мы не довязываем до центральной вершинки 5 вершинок. Вот смотрите, визуально найдите вот центральную нашу вершинку. Отсчитайте 1, 2, 3, 4, 5 вершин. И провязываем в этом месте следующим образом. В эти 2 следующие вершинки провязываем 2 столбика с общей вершиной одной. Вот так вот не довязываем и 3 петли вместе. Дальше в следующие 2 вершинки снова делаем то же самое. В следующие 3 вершинки провязываем 3 столбика с общей вершинкой. 1, 2 не довязали, 3, вот так вот получилось 4 петли. И протягиваем ниточку через все 4 петли на крючке. Дальше накид. Аналогично делаем с этой стороны. 2 столбика не довязываем с накидом и протягиваем. И еще раз то же самое. Вот так вот мы начинаем сужение нашей пинеточки. Дальше довязываем рядочек столбиками с накидом, как обычно, в каждую вершинку. На пяточке пинетки мы, как обычно, присоединяемся. Снова 3 воздушные петли. Вяжем дальше по часовой стрелке. В каждую вершинку по одному столбику. И в этот раз мы довязываем 3 вершинки нижних столбиков до центральной вершинки. Вот смотрите, в предыдущем рядочке вот у нас 3 столбика с общей вершинкой. Вот она. Отсчитывайте 1, 2, 3 вершинки вправо. И сейчас мы продолжаем вязать таким образом. Делаем накид. Провязываем. Столбик с накидом не до конца. 1. Дальше опять не до конца. 2. Дальше 3. Центральную вершинку. 4. Дальше сюда, в эту сторону. 5. 6. И 7. На крючке у вас должно быть 8 петель. Дальше делаем накид. И вот эту ниточку мы протягиваем через все вот эти петелечки. Вот так вот. Дальше снова делаем накид. И продолжаем вязать обычные столбики с накидом в каждую нижнюю вершину. И в конце, как обычно, присоединяемся соединительной петлей. Следующий ряд мы будем вязать ажурный, с дырочками, так сказать. Для того, чтобы сюда можно было вставить ленточку атласную или шнурочек. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. Будем вязать против часовой стрелки. Разворачиваем пинетку. Провязываем еще одну воздушную петлю. Делаем накид. Пропускаем одну вершинку нижнюю. И в следующую провязываем столбик с накидом. Дальше снова воздушную петлю провязываем. Накид. Одну пропускаем. И в следующую провязываем столбик с накидом. Вот такие квадратики у нас должны получиться по всему кругу. Смотрите, я провязываю последний столбик. Дальше делаю воздушную петлю. И вот сюда, раз, два, третью воздушную петлю, которую мы провязывали, делаю соединительную петельку. Вот так вот. Дальше 3 воздушные петли для подъема на следующий ряд. Разворачиваем вязание. Следующий ряд мы будем вязать по часовой стрелке, вот сюда, в левую сторону. Таким образом вяжем под эту арочку, провязываем столбик. Дальше провязываем вершинку нижнего столбика. Один столбик с накидом. Дальше делаем накид под арочку, еще накид и в вершинку нижнего столбика. И так провязывайте до конца, а здесь присоединяйтесь. Вот так вот я довязала до конца. И если у вас будут однотонные пинетки, то продолжайте вязание этой же пряжи, этим же цветом. А я же хочу сменить цвет нити, провязать один рядочек белым цветом. Вот таким образом я прикрепляюсь, протягиваю через одну петлю, потом через вот эту мою. И все. Дальше буду вязать белой ниточкой. Провязываю 3 воздушные петли для подъема и в следующую вершинку каждую нижнего ряда провязываю по одному столбику с накидом. До конца, как обычно, и присоединяемся. Следующий рядочек провяжем последний. Провяжем его обычными столбиками без накида. Вот я сделала одну воздушную петлю. Дальше в эту же вершинку нижнюю вводим крючок. Провязываем столбики без накида до конца. Благодаря нашим столбикам без накида мы укрепим наш край и он не так сильно будет растягиваться. Довязали ряд, здесь все как обычно. Вводим крючок под вершинку столбика, протягиваем. И ниточку можно обрезать, оставив небольшой хвостик, который потом мы с вами спрячем. Петельку просто вот так вот вытягиваем и хорошенечко затягиваем. Дальше я предлагаю связать два маленьких цветочка, которыми мы украсим наши пинеточки. Они вяжутся очень легко. Итак, делаем первую петлю, как обычно. И провязываем 5 воздушных петель. Дальше вводим крючок в самую первую. Захватываем ниточку, протягиваем ее и через эту петлю. Получился у нас вот такой маленький кружочек. Вот эту ниточку прикладывайте вот так вот по нашей цепочке. И мы ее вяжем и потом просто обрежем кончик. Делаем воздушную петлю. И в это колечко вводим вот так вот крючок. И провязываем обычные столбики без накида. Нужно провязать их 10 штук. Провязала 10. Теперь вот эту ниточку, которую мы ввязывали, немножко подтяните вот так вот. И последнюю делаем соединительную петлю под две дужки в вершинку. Вот сюда в вершинку столбика вводим крючок. И вот так вот соединяемся. Дальше мы провязываем 4 воздушных петли. Делаем 2 накида. И в следующую вершинку мы провязываем 4 столбика с 2 накидами. Видите, я сделала 2 накида. Провязала вот так вот 1 накид, 2 накид. Давайте еще 1 столбик сделаем с 2 накидами. Вообще здесь количество столбиков вы можете делать любое. Можете оставить 3. Можно сделать еще 4 столбик с 2 накидами. Чем больше столбиков, тем пышнее у вас будут лепестки ваших цветочков. И вот смотрите, вот эти все петельки, 5 штук их у нас на крючке. Вот так вот их соединяем вместе. Дальше провязываем 4 воздушные петли. 3, 4. И в следующую вершинку столбика без накида просто присоединяемся столбиком без накида. Вот так вот. И вот таким образом мы вяжем лепестки по всему кружочку. Провязала я последние 4 воздушные петли. И присоединяюсь вот сюда вот в этот столбик. Можно уже здесь присоединиться соединительной петлей. Ниточку мы оставляем немножко вот так вот, для того чтобы потом спрятать кончик и обрезаем. А здесь просто вытягиваем петельку и хорошенечко подтягиваем. У меня получилось 5 лепестков. Мы их вот таким образом выгибаем на лицевую сторону. И они у нас получаются такими объемными. Вот за вот это центральное колечко можете пришить в любом месте. Этих ниточек вам должно хватить. И последний элемент, который мы с вами свяжем, это шнурочек, который мы вставим вот сюда вот. Мы будем его опять же вязать белым цветом, только уже не в одну ниточку, а в две. Так, делаем первую петлю и буду вязать обычную цепочку из воздушных петель на нужную мне длину шнурочка. Вот я провязала довольно-таки длинный шнурочек, вытягиваю, оставляю такую петельку. Дальше беру вот этот кончик и будем вставлять вот сюда вот. Длину шнурочка уже самостоятельно регулируйте здесь. Когда вы определитесь с длиной, то ниточку можно опять же обрезать, оставив небольшой кончик. И потом вот эту петлю просто вытянуть и хорошо затянуть. Вот эти кончики потом нужно надеть в иголочку и очень аккуратно протянуть вовнутрь вот этого шнурочка небольшими стежками. Давайте на одном примере покажу, как мы будем прятать все кончики на наших пинеточках. Выводим все на изнаночную сторону. Дальше вы можете расслоить нашу ниточку на две части. И мы крючком вводим вот с изнаночной стороны за любую дужку. Завязываем узелочек небольшой. Вот я завязала. Дальше мы соединяем эти две ниточки. И крючком или иголкой можете уже с изнаночной стороны под арочки на несколько сантиметров мы протягиваем эту ниточку. Вот так вот под корень отрезаем. Немножко натягиваем и ниточка прячется в полотне. Все. Вот таким образом прячем все кончики. Все пришили. И вот эти два кончика я свяжу вместе. И теперь можно протянуть эти два кончика туда внутрь и обрезать. Вторую пинеточку мы вяжем аналогично. Длина пинеток по подошве давайте измерим. Вот смотрите 11 сантиметров. Вы можете связать такие пинеточки на подарок или для своего малыша. Можно их одевать для прогулок в коляске или использовать для фотосессии. Ухаживать за ними также очень просто. Читайте на этикетке, какие нужны температуры для стирки и для того, чтобы разгладить ваши изделия. С вами была Ирина Акман и магазин пряжи и аксессуаров для вязания клубки в корзинке. До скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok